Всем привет! С тех пор, как люди научились конструировать летательные аппараты, их стали использовать для перевозки тяжёлых и габаритных грузов. За историю воздухоплавания было создано немало транспортных самолётов, которые впечатляют своими огромными размерами. В этом выпуске я расскажу о шести самых больших и тяжёлых транспортных самолётах в мире. Ан-22 Антей – советский тяжёлый турбовинтовой транспортный самолёт, предназначенный для перевозки на большие расстояния тяжёлой и крупногабаритной боевой техники и войск, а также для десантирования воздушных десантов. Первый полёт Ан-22 совершил 27 февраля 1965 года с аэродрома Киевского авиазавода на военный аэродром в городе Узин Киевской области. Этот самолёт получил название Антей в честь непобедимого великана из греческой мифологии Антея. Самолёт имеет четыре турбовинтовых двигателя мощностью 15 тысяч лошадиных сил каждый. Ан-22 оснащён соосными четырёхлопастными сдвоенными воздушными винтами диаметром 6,2 метра. Передний винт вращается против часовой стрелки, а задний – по часовой. Грузоподъёмность самолёта – 60 тонн. Длина самолёта – 57,3 метра. Размах крыла – 64,5 метра. Высота – 12,5 метров. Масса пустого самолёта – 118,7 тонны. Максимальная скорость – 650 км в час. Аэросупергупи. Транспортный самолёт для перевозки негабаритных грузов. Этот самолёт был создан в 1965 году, и основное его предназначение было перевозка частей баллистических ракет, а в дальнейшем самолёт использовали для перевозки крупногабаритных частей других самолётов на линию сборки. Для загрузки внутренних габаритных грузов носовая секция фюзеляжа открывалась вбок. Сегодня эти самолёты уже не используются, они законсервированы и находятся в разных странах. Длина супергупи – 43,8 метра. Размах крыла – 47,6 метра. Высота самолёта – 14 метров. Грузоподъёмность – почти 25 тонн. Аэробус А-300 Белуга. Широкофюзеляжный реактивный грузовой самолёт для транспортировки крупногабаритных грузов. Именно этот самолёт пришёл на замену супергупи. Когда первый раз видишь этот самолёт, то даже не верится, что он способен летать. А-300 Белуга создавался, чтобы перевозить части других самолётов, таких как Аэробус А-310. Транспортный отсек имеет почти 38 метров в длину и 5,5 метров в ширину. Диаметр фюзеляжа составляет почти 7,5 метров. При полной загрузке самолёта, который составляет 47 тонн, машина может преодолеть по воздуху 1700 километров со скоростью в 750 км в час. Длина самолёта 56 метров. Размах крыла 45 метров. Масса 86 тонн. Грузоподъёмность 47 тонн. Lockheed C5 Galaxy. Американский стратегический военно-транспортный самолёт повышенной грузоподъёмности. До момента создания Ан-124 «Руслан» он оставался крупнейшим серийным грузовым самолётом в мире. Первый полёт Galaxy совершил 30 июня 1968 года. Самолёт достаточно быстро стал для военных основным средством быстрой переброски, живой силы и тяжёлой техники. Всего было построено 131 машина данного типа. Самолёт C5 Galaxy обладает внушительными размерами. Его длина составляет 75,5 метров. Высота почти 20 метров. Размах крыла 68 метров. Максимальная скорость 919 километров в час. Грузоподъёмность более 54 тонн. Ан-124 «Руслан». Советский тяжёлый дальний транспортный самолёт. Самый крупный грузоподъёмный серийный грузовой самолёт в мире. Самолёт Ан-124 создавался в первую очередь для воздушной переброски мобильных пусковых установок баллистических ракет. Первый полёт совершил 24 декабря 1982 года в Киеве. Самолёт отличается малой массой и низким топливным потреблением, а также сравнительно небольшим уровнем шума. При условии максимальной нагрузки – 120 тонн – самолёт способен преодолеть расстояние, которое равняется 5600 километров. Длина самолёта 69 метров. Размах крыла 73 метра. Высота 21 метр. Масса самолёта 178,5 тонны. Грузоподъёмность 120 тонн. Максимальная скорость – 865 километров в час. Самым большим и грузоподъёмным самолётом в мире является Ан-225 «Мрия». Первый полёт он совершил 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две таких машины. Но в настоящее время находится в лётном состоянии только один экземпляр. Причиной постройки Ан-225 была необходимость создания авиатранспортной системы для проекта многоразового космического корабля «Буран». «Мрия» установила мировой рекорд взлётного веса и грузоподъёмности. 22 марта 1989 года Ан-225 совершил полёт с грузом 156,5 тонны, побив тем самым одновременно 110 мировых рекордов. Длина самолёта составляет 84 метра. Размах крыла – 88,5 метров. Высота – 18 метров. Масса пустого самолёта – 250 тонн. Крейсерская скорость – 850 километров в час. Грузоподъёмность – 250 тонн.